Александр, нам поступил вопрос от Виктории из Санкт-Петербурга. Не каждый может понять женщину. И вообще, я думаю, в самопонимании между супругами большая редкость в наше время. Жанна, скажите, понимает ли вас Александр, а вы его? Ты меня понимаешь? А Виктория, я хочу сказать, что в большей степени думаю, да. Но есть моменты, нужно быть честным, есть моменты, когда нас никто не понимает, и мы остаёмся один на один с собой. Но в нашей семье есть такое правило, когда мы не понимаем друг друга, мы просто принимаем друг друга. Важный очень момент для каждой женщины, я это говорю, знаете, не просто как теорию, это говорю из личной жизни, что мужчина не всегда, как муж, не всегда может дать нам всё абсолютно, чтобы нас удовлетворить на душевном уровне. И есть сфера внутренняя, тот мир, который предназначен в моём духе для общения с Богом. И если он пуст, и мы пытаемся внести туда душевное, то есть заполнить это взаимоотношениями с мужем, с друзьями, мы хотим, мы чувствуем что-то недовлетворённость. Есть просто никогда человек, любой человек, пусть он даже самый лучший ваш муж, который любит вас безмерно, он не может вас удовлетворить на духовном уровне. Потому, возможно, если когда есть какие-то недопонимания, мы просто принимаем друг друга. Я думаю, что Жанна подчеркнула очень ценную мысль, что именно мы всё равно как человек состоим из духа, души и тела, в любом случае. И на уровне духа и души и тела мы хотим действительно кому-то принадлежать. Мы хотим действительно знать, что мы нужны, нами ценят, и мы состоим в завете, даже в завете, я бы хотел сказать, даже в заветных отношениях. Что значит заветные отношения? Я принадлежу, я не сам по себе, я кому-то нужен, я для кого-то ценен. И потому духовное никогда не получится заменить душевным. Посмотрите на самых богатых, самых красивых людей, самых известных в мире. Сомневаюсь, искренне сомневаюсь, что большинство из них счастливы. Я не отрицаю, что они богатые, красивые и известные, но я сомневаюсь, это мягко сказано. Прямо сказано, я уверен, что большинство из этих людей — люди несчастные. Почему? При всём своём достатке, во всех сферах их жизнь, как бы их потребности восполнены. Духовно может нас действительно заполнять только Бог. Поэтому проводить время в молитве и проводить время, общаясь с Богом и повинуясь Богу, это очень важный элемент. А насчёт того, понимаем ли мы друг друга во всём, нет. Это невозможно, потому что мы личности, мы люди, потому что мы имеем право на самостоятельность. Вот здесь, кстати, очень интересный вопрос есть один, он очень сюда подойдёт, как бы о личной свободе. И мы, возможно, сейчас к нему придём, да? То есть, что делать в том случае, когда я не понимаю или меня не понимают? Вот что делать в том случае, меня не понимают или я не понимаю? Как поступить вот в том случае? Я лично думаю, что у каждого человека есть какая-то территория личной свободы и право, именно право на самостоятельное выражение, на самостоятельное мнение и даже в каком-то смысле на самостоятельную жизнь. Внутреннюю жизнь. Вот мы также придём к одному из вопросов о воспитании детей, о разных взглядах на воспитание детей. И это очень ценный вопрос, я очень хотел бы, чтобы мы к нему пришли. Потому нет, далеко не всегда получалось у нас понимать друг друга, но в таких случаях, насколько мне помнится, я лично, смотря в глаза Жанны, говорил, пусть я тебя не понимаю, потому что я тебя действительно не понимаю. Ты должна быть уверена, что я тебя люблю и я тебя принимаю такую, какая ты есть. И вообще в Библии, я считаю, что надо произнести целое учение о способности принимать. Есть много интереснейших текстов в Библии. Принимайте друг друга, как Бог принял вас. Ну вообще колючих, мы как ежи какие-то, но Бог принял нас. Он не сказал нам, изменитесь, станете как я во всём, тогда я вас приму. Способность принимать — это огромная способность. Сколько людей поломанных, которые сказали, я тебя приму только на моих условиях, только на моих условиях. Сколько мужей пытались переделать своих жён, сколько жён пытались переделать своих мужей. Что в итоге получилось? Это напрасная трата времени, когда мы пытаемся переделать друг друга. Да, я тоже так думаю. Напрасная трата времени и поломанные люди, поломанные судьбы остаётся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!